Своими красами! Мы сегодня пришли, чтобы поддержать наших военных, военные спецоперации на Украине. Мы чернобыльцы, мы были на украинской станции, спасали там народ. И мы сейчас поддерживаем, опять же, украинский народ от бандеровцев. Я сам с Украины, но я сам за то, чтобы бандеровскую нечисть очистить со всей Украины. И не только с Украины, а вообще, чтобы ее не было. Вот и мы пришли, чтобы поддержать наше правительство, президента, ну и всю Россию. Пришли поддержать нашу армию, Россию пришли. Все вообще отлично, очень хороший концерт. Мы после работы пришли, увидели, поддержать, потому что мы своих не бросаем. Я пришла за Россию, чтобы поболеть за нашего хорошего президента. Мы пришли поддержать страну, президента, спецоперацию, чисто от души. Конечно, это показатель. Люди за президента, за мир. И большая часть людей страны одобряет эту операцию. Мы пришли, потому что мы за нашу Родину, за Россию, поддержать наших ребят, которые сейчас воюют за нас. Мы патриоты своей Родины, поэтому мы здесь. Да, полностью солидарен с Венем Супрук. Россия – это мы. Это ты и я. Россия – наша гордость. Твоя и моя. Россия – это сила. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия – это сила. Россия – это сила. Россия – наша гордость. Дорогие волгодонцы, сегодня здесь, на этой площади, собрались студенты, учащиеся, сотрудники предприятий города Воинское Братство. Мы собрались, чтобы поддержать нашего президента, чтобы поддержать нашу армию. В проведении военной операции на территории Украины. Да, к сожалению, кто-то на Западе решил окончательно решить русский вопрос. Но им поперек встали люди Донбасса. Восемь лет продолжался геноцид на Донбассе. И настала пора защитить этих людей. Настала пора освободить Украину от нацистской верзости. И там, на Украине, куется сейчас наше многоциональное боевое братство. Там бьются наши сыновья, отцы, братья. Правда, на нашей стороне победа обязательно будет за нами. Потому что у нашей страны нет других союзников, кроме российской армии и российского военно-морского флота. Поэтому я хочу вас призвать сейчас за наш российский военно-морской плот, за российскую армию, за Россию. Наши троекратные, дважды, коротко, один протяжный. Ура! Ура! Дорогие земляки, я родилась и выросла в России. Я очень люблю свой город. Я очень люблю свою родину. И еще я очень люблю детей. И каждое утро я, мать, бабушка, когда захожу в свою школу, я вижу сотни радостных и счастливых детских глаз. Но мне довелось видеть и другие глаза. Глаза детей Донбасса. Эти дети видели могильный ужас подвалов. Они слышали звук взрывов. Они видели разрушенные дома и города. Они столкнулись с утратой своих родных и близких. Так быть не должно. Поэтому мы, женщины города, женщины России, поддерживаем инициативу своего президента. Мы своих не бросаем. Мы за сильную, могучую Россию. Нет фашизму. Победа будет за нами. Наше дело правое. Сердце твоем, Россия. Вместе мы победимы. Верой, спорт и сила. Вместе нам всегда. Наши солдаты, сержанты и офицеры. Сержанты, проявляя мужество, героизм, стойкость при ведении боевых действий и особенно при спасении мирного населения. Погибают, но выполняют свой воинский долг. Патриотизм либо он есть, либо его нет. Патриотизм должен воспитываться с детства. И для нашей подрастающей молодежи я бы хотел пожелать как можно чаще встречаться с ветеранами боевых действий города Волгодонска. Наша сила в единстве. Россия жива, пока мы помним ее историю. Враг будет разбит. И победа будет за нами. Ура, товарищи! Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет. Составляя в унисон звучать сердца. У нас город абсолютно правильно воспитан. И более того, вот еще раз в поддержку президента, я даже его слова процитирую, что пусть знают там, на Западе, что трудности сплачивает наш российский народ. Вот эта акция, это еще одно подтверждение слов президента. Вся страна наша и весь наш город, наверное, не только те, которые здесь сегодня собрались, поддерживают данное решение, потому что, ну поверьте, несколько лет назад мы даже подумать не могли, что нацизм снова появится не где-нибудь, а прямо вблизи границ Российской Федерации. Вот, ну грубо, может быть, скажу, вот тот труп фашизма, в гроб которого в 45-м году наши солдаты забили последний гвоздь, нашлись люди, которые решили его откопать, которые создали этого нацистского монстра, собрали со всего мира нацистское отребье и вздумали еще, почему-то у них возникла такая идея угрожать ядерным оружием Российской Федерации. Восемь лет наша страна терпеливо предлагала мирное решение этой проблемы, президент предлагал, даже были заключены минские соглашения, которые не выполнялись. Взамен этого у наших границ появились нацбаты, появились лаборатории для создания биологического оружия. Против кого оно должно было быть направлено? Против тех народов, которые жили в Донбассе и против нас. Поэтому данная специально военная операция абсолютно оправдана. Два наши государства должны жить как добрые соседи, помогая друг другу развиваться. Я верю, что в дальнейшем именно так и будет. Головы вверх года поднять, за тебя Родина-Мать. Мы до конца будем стоять, за тебя Родина-Мать. Я российский военнослужащий хочу передать одного, только победа. Ребята, держитесь, мы за вас, мы вас поддерживаем. Держаться, ребята, мы с вами. Всем ребятам привет. Всех, кто наш там на краю, держитесь, мы с вами, мы вас любим. Хочу, чтобы военные возвратились домой. Желаю им счастья, здоровья, благополучия, чтобы они скорее возвратились на Родину. Я бы передал, чтобы ребята возвращались живые и здоровые домой. Ну и с победой, конечно. Ну и при этом, чтобы показали всем врагам, что такое Россия. Мужество, героизма, любви, чтобы их ждали, их родные, близкие, чтобы они вернулись здоровыми и невредимыми. Я бы передал, я бы пожелал им здоровья в первую очередь. И чтобы они вернулись все домой, своим близким. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Хотелось бы пожелать удачи нашим солдатам, чтобы все были живы и здоровы, конечно. Каждый слой зажигает очаг, и каждый слой поднимает флаг. И наших душ, и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. В этом бою я встаю, я встаю, я встаю, правду свою. И поднимаю свой флаг моего государства. Россия звонит, я встаю, я встаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова